Амисквия Амисквия является представителем большого рода мягкотелых беспозвоночных неизвестного систематического положения, известных по окаменелостям Среднего Кембрия, Исландцев Бёрджес, Британской Колумбии, Исландцев Маатианшан, провинции Юньнань, Китая. Было найдено сравнительно немного окаменелостей животного. 18 разновидностей исландцев Бёрджес, один единственный образец исландцев Маатианшан. Окаменелости достигают 25 мм в длину. Голова округлая, имеет два щупальца и кажется у животного имелся мозг с четырьмя ганглиями. Тело уплощается и расширяется ближе к хвосту, который кажется был довольно мускулистым. Там, где тело соединяется с головой, имеется маленькое трубчатое отверстие, которое было интерпретировано как ротовое. Пищеварительный тракт заканчивается в месте соединения тела с хвостом. Хвост был широким и имел форму весла. В морфологии тело предполагают, что Аммисквия была энергичным пловцом. Но утверждать этого нельзя из-за нехватки окаменелостей. Другими словами, свободно плавающее животное сможет избежать захоронения заживо выли, в отличие от донного животного. Аммисквия была первоначально описана палеонтологом Чарльзом Уолкотом в 1911 году. Уолкот считал, что он увидел три шипа в области рта на окаменелостях и, следовательно, классифицировал как щетинка челюстного червя. Тем не менее, по-видимому, Аммисквия не имела цепких шипов, зубов и каких-либо других ископаемых щетинка челюстных исландцев Бёрджис. Позже ученые предположили, что Аммисквия имела родство с немертинами или ленточными червями, но соответствующих доказательств так и не было предложено. Конвей Моррис при повторном исследовании фауны Бёрджис в 1970-м описал Аммисквию как единственного представителя неизвестного типа животных, учитывая, что она имеет два щупальца в области рта, а характерных для немертин щупалец не имела. В то время, как остается еще много работы по исследованию окаменелостей, открытие бесспорного представителя щетинка челюстных протасагиты вместе с шипами, который сильно напоминает современных щетинка челюстных, позволяет отнести Аммисквию к представителю этого же класса. Аммисквия также имеет сходство с моллюсками и несет ограниченное сходство с необычными формами организмов, такими как птеротрахея. Конечно, многие загадочные кембрийские ископаемые, вероятно, представляют собой вымершие группы организмов, и нет никаких оснований считать, что этот организм должен иметь сходство хоть с одним известным нам родом животных. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и вступайте в группу канала. Ссылка будет в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok